Если уж вспомнили мы последние эти опросы КМИСа, попрошу вас теперь уже как политтехнолога объяснить нашей аудитории, да, вот падение за год, падение рейтинга президента на 20%, то есть было больше 80-84, если я не ошибаюсь, теперь 62, 62% опрошенных доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Это все равно большой уровень поддержки, бесспорно, однако вот это вот, ну слушайте, существенное, да, действительно 20% существенное падение. В условиях войны, да, вот с точки зрения политтехнологии, это критично или, скажем так, это такой процесс, который в целом в ходе принятия каких-то решений, ну такой, скажем, мы, он логичный, да, и может быть здесь вот не стоит прям говорить о том, что все, там критично упал рейтинг президента. Значит, во-первых, надо, там у КМИСа, видимо, было какие-то разные вопросы задавались, они, к сожалению, я не смог найти какие-то первоисточники, только уже выжимки, и вот сегодня они опубликовали вторую часть этого же опроса, где отдельно был вопрос только про политиков, то есть выбраны именно политики, и дальше это штамм с заложным, там другая история. Вот там, где это чисто политика и рейтинги доверия к политикам, там у Зеленского 71%, а не 62%, тоже падение по сравнению с, сколько же там было-то, чуть ли не 90, чуть ли не 90 было в мае, да, 90 в мае 22-го года, ну вот они сравнивают с маем 22-го года, где 90 у Зеленского и 71 сейчас, то есть в любом случае падение на те же 19%, но 71. Значит, почему это более чистая цифра, потому что там еще раз только политики, нет военных, ну как бы давайте, раз мы про политику говорим. Значит, во-первых, напомню одну историческую деталь. Какой был рейтинг доверия президенту Зеленскому, ну скажем, в декабре 21-го года, за два месяца до войны, и я вам скажу, что ну примерно 25, примерно 25%. Точнее не смог, но там, естественно, в разных, почему у меня вот эта цифра, почему я так настаиваю на 71%, чтобы более-менее совпадали цифры у агентства рейтинга, у агентства КМИС. У агентства рейтинга недавно было исследовано, там было 75%, здесь 71%, тогда мы видим, что это совпадает. И тогда у них тоже до войны совпадали, все было в пределах от 20 до 25% рейтинг доверия к Зеленскому был. Так что за два года войны его рейтинг доверия вырос в три раза. То есть, да, растерял ли он эти 20%? Растерял, но это в рабочем порядке, как говорится, не ошибается кто-то, кто ничего не делает. Допускал ли Зеленский ошибки? Вот столько, я уверен, конечно, просто миллион, как любой человек на этой войне допускал ошибки. И каждая ошибка стоила ему какого-то доверия. Дальше. Работает ли куча людей против Зеленского? Да, из России. Но мы видим, что за эти два года Зеленский стал личным врагом, вот просто личным врагом у 100 миллионов человек в России. Представляете себе? Ну он же не был. Вот он до этого, там над ним посмеивались какие-то люди, которые смотрели Соловьева, и все. Сейчас это личный враг подавляющего большинства жителей Российской Федерации. Зеленский лично, лично. И, конечно, против него много всего предпринимать тоже. Тоже потеря в рейтинге. Поэтому человек в воюющей стране руководит вот такой войной уже два года и имеет рейтинг доверия 71%. Даже 62% если. Это очень много. А какой президент в какой стране мира, руководя войной какой-нибудь, имел рейтинг доверия 62%? А я не вспомню, в Америке просто такого, по-моему, не было. Нет, ну после Второй мировой войны, я имею в виду. Вот на моей памяти просто не было. У всех меньше, у всех. Буш воевал в Ираке, у него было сильно меньше. Там этот, кто там, Байден воевал где-нибудь в Афганистане, не знаю. Кто бы где ни воевал, рейтинг доверия был ниже в этот момент и у Клинтона, когда он воевал в Югославии. Поэтому это огромный рейтинг доверия пока что. Поэтому пока, мне кажется, как говорят в России, все очень однозначно в этой ситуации. Вот пока, что я имею в виду, что пока, сейчас, на настоящий момент, подчеркну, вот на 19 декабря 2023 года, украинский народ выдает как бы некий мандат Зеленскому на продолжение руководством Украины там и продолжение руководства войной этой, менеджерить эту войну. Ну вот пока так. Друзья, как изменилось ваше личное отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому от момента до войны, до сегодняшнего дня? Или как поменялось за последний год? Обо всем этом можете оставлять ваше мнение в комментариях. Будет любопытно почитать о ответе президента на вопрос о конфликте с генералом Залужным также. Если мы уже, кстати, вот вы вспомнили публикацию Вэльт, да, если не ошибаюсь, про вот это, то, что якобы в следующем году контрнаступление, ну давайте, мне вообще не нравится этот термин, наступательная операция должна пойти по первоначальному плану Валерия Залужного, вероятно, может пойти. Да, я сейчас не предлагаю, они не предлагают им оценивать, пойдет, не пойдет, но вы можете предположить действительно, что то, что мы видели в 23-м году, это было не то контрнаступление, которое планировалось изначально? И да, и нет, сейчас расскажу в каком смысле. Пункт первый. Я уверен, судя по всяким высказываниям разных, в том числе Залужного и разных других людей из военного командования, что, ну и, кстати, вы знаете, даже мне помогает в этом смысле высказывание Алексея Арестовича, как ни странно, но я имею в виду давние его высказывания в те времена, когда он был спикером Офиса Президента, он достаточно много, достаточно откровенных вещей рассказывал. Вот эта гибкость в обороне, или как он там называл это, не помню точный термин, в общем-то, что, я думаю, не было плана под названием, вот мы 13-го числа пойдем вот сюда, а через две недели начнем наступление на этом участке. То есть современная война, мобильный оборон, вот он называл это мобильный оборон, вот эта современная война предполагает, что решения принимаются, как говорится, по ходу пьесы, то есть бьем туда-туда-туда-туда, смотрим, где получился прорыв, и туда начинаем бросать силы. А почему? Потому что скорость, маневренность переброски увеличилась по сравнению со Второй мировой войной. Это тогда нужно было на лошадях, там долго тянуть, тяжелые орудия, а не самоходные гаубицы, которые быстро раз-раз там приехали и так далее. Вот, и поэтому война гораздо более мобильна, поэтому сказать, что был план жесткий, я уверен, что его не было. Он не пошел, в том смысле, ну, тоже, как бы, мне кажется, да, ну что, ну не получилось в каких-то местах. Почему не получилось, почему я так смело про это говорю, не будучи военным, естественно, специалистом, а потому что Залужный нам тоже откровенно про все это рассказал в своей статье в «Экономисте». Он прямо рассказал, почему и что не получается. Вот там все настолько увлеклись этим конфликтом Залужный-Зеленский и настолько увлеклись его тезисом Залужного, что ай-яй-яй, у нас тут тупик, и все обсуждали тупик, что никто не стал дальше читать. А «Экономист» написал первое эссе самого Залужного, второе – его научно-военные выкупки, которые прям приложил, педевчиком, я себе скачал и все это почитал. И что там было сказано? Что подразделения, которые НАТО готовило для этого контрнаступления, оказались не готовы к тем реалиям, которые они встретили на фронте. То есть, что НАТО готовило подразделения по неправильным методичкам. Вот прям реально. Это говорит Залужный. И это прям наверняка так. Потому что есть классическая поговорка «генералы всегда готовятся к прошлой войне». Откуда НАТО могло знать, как воевать сейчас, если оно последний раз воевало в 1991 году во время бури в пустыне? Даже потом, в 2003-м, они уже сталкивались с армией, которую они уже разгромили в 1991-м сначала. В 1991-м они действительно против миллионной армии воевали. Генерал Шварцков, так он уже умер, его уже не спросишь. И прошло с тех пор больше 30 лет. А что, с чем столкнулась эта армия? И тоже перечислил Залужный. Например, то, что все все видят. Они полностью видят нас, мы полностью видим их. Это полное изменение того, что произошло на фронте. Это полное изменение. Потому что раньше можно было проводить секретные операции. То есть мы, скрывая втайне от противника, проникли сюда, пошли, он не ожидал. А тут прорыв. Все все видят, сказал Залужный. Это раз. Второе. Минирование. Последний раз всякое минирование встречалось где? Второе, ну так, масштабное. Чтобы сотни тысяч, армии, сотен тысяч. Оно же, плотность минирования-то выросла не в разы, а на порядки. Потому что до этого минирование – это человек, который закапывал мину. А разминирование – человек, который раскапывал мину. Ну, в кино нам показывают. А правда в том, что это сеятель, да, автоматический, который разбрасывает эти мины. И как сказал нам Резников, пока еще был министр обороны, четыре мины на квадратный метр. Бум, как бы, да. И что, и как с этим воевать? А нет методик. Просто никто не придумал. И как писали, кстати, западная пресса, потому что Украина придумала методики разминирования новые для этих минных полей. Дальше. Ну, вот я сегодня задумался. Простой фактор, которого раньше никогда не было. Знаете, с их стороны сейчас воюют 400-600 тысяч военных. И с нашей, ну, на фронте примерно столько же. Примерно. Вы заметили, они все в бронежилетах. Там нет людей без бронежилетов. А это означает, что площадь поражения снизилась там в три-четыре раза. Ну, реально, критического поражения. Ах, ничего себе. Так это первая такая война в истории, где вся армия в бронежилетах. До этого, да, был спецназ в бронежилете. Но не армия же в бронежилете. Вот это простые вещи, казалось бы. Но про это нет учебников. Про это нет ничего. Поэтому, как сказал залужный, что нам, ну, он сказал фигурально, да, что надо изобрести некий новый порох. Изобрести некий новый порох. То есть найти какое-то решение, которое действительно сможет вот внести перелом в эту войну. Пока это FPV-дроны, как мы видим, вот которые сейчас соревнования в FPV-дронах. Тоже, кстати, новинка абсолютная. Это же вместо артиллерии постепенно. И сегодня Минобороны наша сообщила, что это отчасти заменяет артиллерию. FPV-дроны отчасти заменяют снаряды. Вот поэтому то наступление, которое шло, оно пошло не по плану, безусловно. Потому что и план-то был гибкий. И вот эта гибкость плана позволила его, я думаю, остановить. Поэтому Дивелт пишет, что сохранили почти всех вот этих подготовленных солдат. Сохранили военную технику почти всю. Потому что вовремя остановились. Не поперли вперед же тупо как бы что. Динамичный был план, динамичные отработали. И сейчас, я думаю, что сидят, причем не только наши, но и американцы, и британцы, сидят и разрабатывают, а что можно с этим вообще делать. И каким способом. Ну и пока, кстати, пока, чем занимаются сейчас на фронте? В общем-то, в основном уничтожением российского живой силы и техники. Позавчера был уникальный день, когда что-то 60 БТРов, 44 танка, там 1300 военнослужащих российских уничтожено. А такими темпами Россия тоже она не вечная и не бесконечная. Был еще ряд вопросов сегодня к президенту, которые можно объединить в один. Закончится ли война в следующем году? Ну, конечно, Владимир Зеленский сказал абсолютно тоже логично. Никто не знает. А если, говорит, кто-то знает, то не слушайте и не верьте. Этот вопрос был задан на основе участившихся, опять какая-то новая волна прогнозов от западных СМИ в том числе, о том, как будут развиваться ситуации на поле боя в 2024. Однако вот я скорее не об этом хотел, а о видении оккупантов, да, по крайней мере о публичном. Вот мы видим, что Путин, да, вот если судить по прямой линии, по последним его выступлениям, военный преступник снова как будто отказался от своего тезиса, который ретрансфировал достаточно долго, о том, что Россия, значит, готова к переговорам с Украиной, Россия, мол, хочет садиться за стол, это злобный, значит, Киев не хочет. Он риторику как будто снова поменял. Теперь на прямой линии опять, значит, он говорил о том, что война будет продолжаться до выполнения всех целей, так называемой СВО. Сегодня буквально Путин снова заявил, что наступление продолжится, от наступления никто не отказывается. Как вы считаете, почему риторика поменялась со стороны России? В Украине, вот вы правильно вначале сказали, границы 91-го года, тактические изменения стратегически не меняем. У России такое чувство, что риторика изменилась. Ну да, в последние там, может, несколько недель они стали снова более такие яростные на тему наступления, потому что не сработал прошлый план, они же тоже гибкие ребята, они же тоже не будут упираться, как бараны. Они пытались всеми силами, я думаю, что это была очень мощная волна, когда они задействовали кучу агентов влияния, если можно вспомнить, кучу агентов влияния в журналистской среде, в какой-то научной среде, в сингтенках американских, европейских, которые прям давили и рассказывали все эти сказки про то, что надо срочно прямо сейчас подписать соглашение о прекращении огня и так далее. Уже город выбирался, где, значит, будем проводить переговоры. Видите, даже город, я, кстати, не знаю, упустил. Я вот знаю, где подписали мирный договор между Венесуэлой и Гаяной позавчера, на Сент-Висенте и Гренадинах. Я подумал, вот это их Минск-1, ну, когда вот это война, они остановили войну. Оказывается, город выбирался, видите. И сегодня, кстати, вот Зеленский отвечал на этот вопрос, а можно ли наполовину вступить в НАТО и так далее. Он сказал, я лично ни от одного из наших партнеров такого предложения не слышал. О чем это мне говорит? О том, что, конечно, это и была спецоперация россиян такая по информативному давлению, информационному, очень большому информационному давлению. И жаловался же даже Путин, если вы помните, еще на прямой линии, что вот Макрон не отвечает, сволочь. Макрон сказал, а я номер телефона не менял. Вот они, я думаю, решили... Это, кстати, было как бальзам на душу, потому что, ну, он подшумчил с Макроном, да, что он там по любому поводу звонит Путин. Это же вот эта фотография, где он так сфотографировался для кого-то журнала, грустный сидит. Я помню, подпись была, когда Путин не взял трубку. Да, 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 да. И смотрите, это и Макрон, который... Что сказал Макрон, кстати, очень важный его ответ на эту прямую линию. Я подчеркнул просто его слова. Он сказал, я не менял номер телефона, поэтому если мне, говорит, позвонит Путин с реальным предложением... Но, я, говорит, помню, что это тот человек, который совершил военные преступления на севере Украины. То есть он уже зафиксировал для себя, Макрон, как президент Франции, что Россия совершила в Буча вот эти военные преступления. Пока там некоторые там в России говорят, ну, мы же не знаем, мы же пускай расследуют и так далее, французские жандармы. Вот, для президента Франции французские жандармы уже все расследовали, которые приехали в Буча. Это важно. И что Шуольц уже точно так же говорит про эту вещь, точно так же, как Макрон, на самом деле, про перспективы переговоров с Путиным. Вот, поэтому сейчас я думаю, что россияне отказали... Ну, как бы это новый откат. Ну, как, не получился вот тот прорыв суворовский с этим мирным переговором. Кстати, не первый уже, по-моему, второй или третий, вторая или третья атака. Плюс у них же это, облом, у них этот... Начальник генштаба умер. Вы заметили? Киссинджер, Киссинджер. Он же начальник генштаба этой спецоперации был. Это же он. Ну, он реально отвечал, как главное бронебойное орудие вот этого плана по перемирию и передачи, там, подарить России какие-то территории. Был начальником Киссинджера. Это его статьи. Ну, когда-то. Потом-то он свое мнение поменял. А про территории нет. Про территории нет. Он менял свое мнение о том, что надо принять Украину в НАТО. Это он написал в новой статье, что надо принять Украину в НАТО, потому что он написал. Иначе Украина станет угрозой для Западной Европы и нападет на Западную Европу. Ну, прямо такое, да? Но его статья от мая 2022 года, когда на день рождения он писал на 99 лет, что надо отдать России Крым и отдать России 7% еще территории на Донбассе, этого никто не отменял, и он не отменял. Поэтому умер у них начальник генштаба. Я думаю, они нового сейчас судорожно ищут. Продолжение следует...